Вопреки сложностям, российские клубы воспитывают спортсменок, достойных ведущих зарубежных лиг. Бывший нападающий Чертанова Надежда Карпова в сентябре прошлого года подписала двухлетний контракт с топовым европейским клубом «Валенсия». И хотя временами в Испании ей бывает одиноко, переезд раз и навсегда изменил отношение к футболу. Тут, конечно, немножко другой уровень, то есть скорость выше, уровень ответственности намного выше, тебя больше требуют, ты больше тренируешься дополнительно. То есть есть тренер по физической подготовке, который постоянно пишет нам какие-то работы, которые мы должны делать в свободное время от тренировок с командой. А еще в «Валенсии» строго следят за весом спортсменок, разбирают на большом экране сыгранные матчи и в деталях анализируют предстоящие. Помимо прочего, трансфер сделал Надю популярной. Пошли рекламные предложения, футболистка оказалась в одном ряду с ведущими игроками-мужчинами. Правда, им за контракты предлагают в разы больше. Допустим, мой рекламный контракт, который у меня есть с моим спонсором, который предоставляет мне экипировку и бутсы, он, естественно, в десятки, в сотни раз отличается от того же Алексея Мирончука. Понятно, что у него другая абсолютно аудитория, но я ничем не хуже. То есть я играю в топовом европейском клубе, я также игрок в сборной, я также была в команде Месси. Но там не то чтобы была разница немного, а она там просто космическая. То есть если у меня там это несколько тысяч, то у него там это несколько миллионов. Целые пропасти между зарплатами, несопоставимы с мужскими, доходы даже самых выдающихся футболисток. Нападающий сборной США, чемпионка мира Алекс Морган в год зарабатывает 450 тысяч долларов. В разы ниже, чем у группы футбольного клуба «Ростов», который ни разу не играл за национальную сборную. Зато женщин нельзя упрекнуть в корысти. Выходить на поле их мотивирует прежде всего любовь к футболу. Когда мысли не заняты контрактами, концентрация на игре 100%, а порой еще выше. Дарья Волкова, Максим Сокмаркин, Деловое утро, НТВ.